Пятый бой Тайсона, как мы видим, опять Майкл Баффер на наших экранах, а это значит, что бой транслировался на канале HBO. То есть, обратите внимание, уже в четвертом бою, и вот в пятом, соответственно, Тайсон вышел на HBO. То есть, это огромный успех, это колоссальное достижение. А рефери Фрэнк Капучино, один из самых известных рефери, Джон Элдерсон, соперник Тайсона в этом бою. Четыре победы, четыре победы нокаутом, то есть, вполне такой приличный послужной список. Два не битых, Тайсон, сильно здесь прибавили в росте, тут написали, что его рост 6 футов, 183 сантиметра. На самом деле, да, 181 максимум, вообще, его рост это тайно покрытый мраком. Когда стоишь вот рядом с ним, кажется, что у него где-то не больше 178. А, да, Элдерсон намного выше. Так флегматично смотрят, в общем, не кажется испуганным, да? Ну, еще просто, Тайсон еще не был таким известным. Ну, они вышли, у них одинаковые вроде, четыре победы у каждого, четыре нокаута у каждого. Вроде силы равны, как тогда многие думали. Но я сильно подозреваю, что Элдерсон не очень знал, с кем ему придется драться. А здесь сейчас ведущий вспоминает предыдущий поединок Тайсона, ведущий-то знал. Ну, это опять без подготовки, без чего, прямо сразу вперед. И, по-моему... Ну, он сразу, прям врывается, врывается, врывается. Врывается, да, а тот пытается отстреливаться на дистанции. Ну, в общем, так и должно было быть, потому что он высокий, он и должен отстреливаться. Ну, он не получается. Ну, там первая минута вообще, по идее, должна быть разведка, а тут без разведки без всего сразу... Слева сбоку удары, видишь? Хороший удар, хороший удар. И, по-моему, грустно стало Элдерсону. Ну, смотри, стойкий парень, то, что он вообще выдержал этот удар на ногах. Нет, дело в том, что, видишь, он уже начал хвататься, уже все, он почувствовал, что... Видно, его потрясло, потрясло. Потряс этот удар, конечно. Еще один, ну, такой тоже полупрямой какой-то слева, да? Да, полукросс. Да, да. Такого удара левого кросса, в общем, официально нет, но у Тайсона он есть. Он владел потрясающим совершенно арсеналом. Молодой Тайсон, любых ударов, в том числе и тех, которые бил едва ли не он один. Ну, пытается, по-моему, сейчас оказаться противление, но не очень выходит. Опять стойких поменял. Они очень убедили, он справа, слева, вернее. Слева, да. Да, работая как левша, ударил слева. Все умел, все умел. Когда смотришь на его поздние поединки, вот после этих, да, хочется задать вопрос, куда все это делать? Не стал тренером, не стал другой тренером. Да, умер Касс Дамата, рассорился он с Кевином Руни, учеником Дамата, который вот непосредственно работал с ним. И руки, видишь, он держит как подбородочка. Ну, в общем, учить молодых боксеров нужно, да, вот по, да, да, да. Тому, как, ну, как надо. Да, да, как наглядная пособие. Да, как надо руки держать, как передвигаться нужно. Пытался сейчас справа, справа фросом ударить, но и попадает даже как-то, скотчно попадает. Ну, бьет, я прям открылся там, сверху. Пользуясь с разницей, бросит, наверное, это. Ну, не похоже, чтобы эти удары как-то оказали какое-то воздействие на вот этот лучший удар за раунд. Не похоже, чтобы удары Элдерсона имели какое-то воздействие на Тайсона. Наносится из такой, может, убедительности. Ну, когда человек... Ну, видишь, он пробивает сразу, и уходит. Вот, я как раз хочу сказать, что когда ты в момент удара думаешь о том, как уйти от встречного, да. Он не думает об ударе, он думает, как уйти, если он не щитится. И это не может быть особо результативной такая атака. Хотя бывает, что из перепугу глют очень сильно. Да. Вот. Ну, тут видно, да, насколько вот Элдерсон как-то мельтешит и спокоен, как удав Тайсон. Он просто выполняет свою работу, он идет и утюжит его. Просто как спарринг проводят. Даже спарринг, где он с большим напряжением проводил. Так. В принципе, уже как он попал. Опа. Опа, справа, справа, да. На свою беду Элдерсон устоял. И получил еще. Еще. Все, повис. Ну, в общем-то, все уже вот-вот закончится. Видишь, как... А ему ничего не остается больше, как только этот сам вот все. Вот и все. Последний удар справа. Посмотрите на это лицо. Встанет или нет? Встал. Встал и даже... Да, будет продолжать. Готов получить еще. На свою беду, наверное. Левшой встал. Просто... Уже... Пытается... Все, ну да. Тут все было закончено. Ну, он упал даже не от конкретного удара, а, по-моему, от общей изможденной. Ну, смотри, снова встал. Продолжает. Продолжает, но на одном... При ударе, при ударе, сразу сгибается, и, чтобы не получить... Да. Ты смотри, смотри, он стоять-то не может толком. Он продолжает боксировать, если это можно еще назвать так. Все уже закончено. Вот, вот, наверное. Ой-ой-ой. Больно даже смотреть. Справа жесткий. Справа, да. У него сравнение стойки. И все равно держится еще удар. И... Ну, да, по-моему, пора заканчивать. Рефери считает. Там он в гонг был. В гонг был, да. Но... Может закончить счет. Рефери должен... По правилам... Он должен продолжать счет. Если встанет, то... Бой будет продолжен. Но, по-моему, бой не будет продолжен. Потому... Продолжать этот бой уже некому. Я не уверен, что... Элдерсон может встать без посторонней помощи в табуретке. Все, закончено. Да. Да. На этом бой завершился. Вот так вот... Вот так вот закончился пятый бой Тайсона. Вот это яйцо. И вот это его взрывная работа. Это которое он... Ворваться и пробить. Ворваться и пробить. Нанести удар. Который в дальнейшем начнется такой... С особой... Там может быть... Жестокостью более было... Когда в следующих боях. Когда они... Ну, в более поздних боях. Здесь он просто работал. Никакой... Озлобленности не было. Здесь чисто технический... Я скажу, он очень хорошо. Уготовленный. Он уходит. И влево-сорвне, встает. И в право-сорвне. И нырки делает. И исполняет защитные действия. В ДВА-7. Продолжение следует.